Парковочные места Бреста, в особенности вблизи учреждений образования, больниц и торговых центров, нужно бронировать заранее, грустно шутят сотрудники ГАИ. Из-за большого количества машин водителям приходится постараться, чтобы найти себе парковочный приют. К сожалению, некоторые автолюбители грешат тем, что на стоянках занимают места, предназначенные для инвалидов, а потому рейд сотрудников ГАИ «Паркуйся по правилам» – необходимость. Профилактическое мероприятие «Паркуйся по правилам» сегодня направлено на выявление и пресечение фактов нарушения права остановки стоянки в местах, отведенных для инвалидов. Дело в том, что в больших городах, особенно вблизи крупных торговых центров, эта проблема на сегодняшний момент очень актуальна. Люди с ограниченными возможностями, имеющие соответствующее удостоверение инвалида, приезжая в торговые центры, не могут оставить свое транспортное средство на том месте, которое специально отведено для данной категории лиц. В правилах дорожного движения предусмотрено, что парковочное место со специальным обозначением могут занять только инвалиды первой, второй или третьей группы. Кроме того, водитель, если он перевозит человека с ограниченными возможностями, имеет это право. Но в реальности часто дело обстоит иначе. Не просто так вот это отведено место для инвалидов. Я в данный момент тоже сломала ногу и где-то ставить далеко машину, если надо в поликлинику или в супермаркет зайти за тем же хлебом. То я считаю, что люди должны уважать и соответствовать всем правилам. С начала 2019 года более трех тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за данный вид правонарушений. И у каждого из них свое оправдание. Заходил в банк, чтобы уплатить деньги, а там завис компьютер и долго сидел, полчаса. Я знал, что здесь нельзя ставить. Я думал, что быстро это будет. За данный вид правонарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере двух базовых величин. Но самое главное основное, чтобы все участники дорожного движения проявляли взаимопонимание и уважение к лицам с ограниченными возможностями. Продолжение следует...